День здорового питания отмечался 15 августа. Но не у каждого белоруса даже в этот день на столе появился полезный фрукт или витаминный овощ. Уже банальной стала фраза «мы то, что мы едим». А ведь так оно и есть. Перекусы фастфудом, запиваемые сладкой газировкой, привели к тому, что человечество заметно поправилось. В Пинске сегодня наблюдается рост количества детей с ожирением. Почему подрастающее поколение стремительно набирает вес, разбиралась Рядна Гребенюк. Эпидемия ожирения сегодня наблюдается как у взрослых, так и у детей. Все говорят об эпидемии ожирения. И это действительно так. Ситуация становится угрожающей по детскому ожирению и сбытку веса. И в общем-то я даже сегодня ехала в автобусе на работу, оглянулась и посмотрела, сколько у нас людей и детей с избытком веса. И эта проблема действительно очень насущная. Проблема заключается и в том, что маленькие дети с избыточным весом сегодня – это завтрашние взрослые с ожирением. Ребенок маленький, он выглядит пухленьким и милым. И все умиляются, восхищаются. И действительно это выглядит очень мило. В общем-то есть все основания думать, что этот избыток веса не уйдет. И я это вижу. Что когда наступает 15 лет и мама задается вопросом, ну вот когда же? А он не уходит. Он больше добавляется и уже начинаются какие-то проблемы. И прежде всего психологически, когда девушка смотрит в зеркало и начинает испытывать дискомфорт от собственного тела. Вряд ли она скажет родителям спасибо за то, что баловали сладеньким в детстве. Не скажет спасибо. Более того, мы постоянно тут иногда в кабинете бывают такие у детей целые истерики. Я слышала даже неоднократно высказывания на тему «это ты виновата?». Современные подростки все больше времени проводят в гаджетах. И все меньше двигаются и гуляют на улице. За что и приходится расплачиваться своим здоровьем. А тут еще и неправильная еда на столе. Для многих детей самая лучшая каша, конечно, колбаса. Но только не для их здоровья. Но зачастую приучаем детей к этому мы, взрослые. Вы же понимаете, сколько уходит зарплат по времени на готовку макаронов с сосиской и тушеные овощи с мясом. Что предпочтительнее, даже чисто по времени. Вот так и получается, что дети вместо полезных овощей предпочитают не всегда полезную, калорийную еду. Чипсы, орешки и сладкая газировка, которые дети могут себе позволить даже за карманные деньги, приносят серьезный урон организму. В плане, конечно, хотелось бы, чтобы мамы, родители подходили более осознанно к тому, что они покупают и что покупают их дети. Чтобы они понимали ответственность, ту, которую они несут, и осознавали последствия вот этого такого несколько бездумного поведения, когда в магазинах выбираются детьми, а мамы соглашаются и покупают все, что хотят дети. Все-таки даже маленькие дети, или может быть не очень маленькие, они не могут так четко знать о последствиях. Это все-таки забота родителя. Избыточный вес – это не только косметический дефект, это пусковой курок для многих серьезных заболеваний. Это, как минимум, давление начинает подскакивать в пубертате и, в общем-то, начинает мешать детям учиться и вызывает такую определенную тревогу, конечно. С этим и обращаются чаще всего. Ну и, конечно, изменения по сахару. И тут уже возникает такая реальная опасность диабета второго типа. Если когда-то, вот все знают, что диабет второго типа – это диабет пожилых людей, он когда-то так и назывался – диабет пожилых людей. Он плавно уже сместился до 50 лет, сейчас до 40 лет его достаточно много. И вот он появился уже у детей. И у нас есть такие дети, которые наблюдаются с диабетом второго типа. Решить проблему детского ожирения можно. Прежде всего, родители, бабушки и дедушки должны поменять свой образ жизни и привить ребенку к культуре питания и желательно с детства. Правильное питание, здоровый образ жизни, движение. Без этого никуда. Итак, рука. Как раз я пишу и буду熱. Спасибо.